Южноуральцы готовятся к выборам. Уже более 22 тысяч заявлений на голосование по месту нахождения приняли избирательные комиссии. Для удобства граждан был даже изменен график работы избирательных участков. Подробности далее. Наталья Стрельникова уже третий год работает секретарем участковой избирательной комиссии. Она помогает жителям сделать свой выбор. По ее словам, самое сложное – это обработать большой поток электронных заявлений. Ведь в период пандемии люди больше предпочитают голосовать на дому. Вы будете голосовать по месту пребывания? Да. Где вы живете? Копейская, 67. Да, на этом голосовании работы, конечно, прибавилось по сравнению с предыдущими годами. И в условиях самоизоляции многое приходится делать дистанционно. Это немножечко осложняет работу, непривычно, но мы справляемся. В Челябинской области уже более 22 тысяч человек сделали свой выбор. Избирательные комиссии постараются принять всех желающих, независимо от того, где житель хочет проголосовать. При себе необходимо иметь лишь паспорт, маску и перчатки. Участки работают как в будни, так и в выходные дни. Заявление также можно оформить и через портал Госуслуг. Дальше пройдет вписка-выписка в соответствующие регистры. И после этого гражданин, уже начиная с 25 числа, получит право проголосовать, например, досрочно. Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет до 1 июля. В областном избиркоме сообщают, поход на избирательный участок безопасен и подхватить инфекцию будет почти невозможно. Михаил Долидзе, Мелада Иволина, Леонид Клеменчук, Кирилл Уланов, ОТВ, информационная служба медиагруппы «Знак». Продолжение следует...